Итак, пришло время для нового путешествия. Мой взгляд пал на Феррару. И сейчас самое время посетить этот прекрасный медиевальный город. Феррара. Это небольшой прекрасный город в северной Италии, к северо-востоку от Болони, в области Эмилия-Романия. Город находится неподалеку от знаменитой древней реки По. В городе проживает 150 тысяч человек. Феррара и прилегающая дельта реки По включена ЮНЕСКО в перечень объектов всемирного значения. По сравнению с городами Италии, Феррара не имеет такой древней истории, как многие другие итальянские города. Но и того пути, который прошел этот город за эти века, слегка хватит для нашей виртуальной видеоэкскурсии. История города не уходит своими корнями ко временам Римской империи, хотя и находится на месте римского поселения Форум Алиени. В дальнейшем, до восьмого века, на Шерра о Ферраре, как о городе, мало что известно. По материалам исследований можно предполагать, что первые поселения возникли на этой территории в эпоху варварских вторжений. Люди, бежавшие за хвелеев, в 452 году от нашествия гунов основали среди болот-убежища, которое назвали Форум Алиени. При короле Леупранде, после отвоевания Феррары уравенского экзерхата Лангобардами в 568 году, местность все же осталась в руках Византийской империи, и здесь была построена крепость Каструм Бизантино. Она служила форпостом защиты против набегов северных варваров, а также показывала пределы владений древнего христианского католического религиозного ордена тех времен, который уже в те времена обладал неимоверной властью, богатством, влиянием и разносторонними знаниями в разных областях, порой не просто недоступными для обычного люда, но и знаниями, о которых в целом человечество даже не догадывалось, смей предположить, я. И уже только этот вопрос сам по себе очень интересен к размышлению и обсуждению. Итак, как мы говорили выше, между 7 и 8 веком из-за постоянных нашествий варваров, которые опустошили всю провинцию Вогиера, место пребывания епископа было перемещено в окрестности этой крепости на правый берег Рукова Волана, поди Волана, в том месте, где сегодня стоит базилика Сан-Джорджио за пределами крепостных стен. И фактически с этого времени Феррара является центром епископата. Вот что это значит «битцентром епископата». Эта тема для отдельного фильма, и, уверяю вас, обратить внимание на этот вопрос очень важен для каждого отдельного человека, который хоть как-то интересуется мировой историей и ее основными игроками. После того, как Пиппинкорд отвоевал у Лангобардов Равену и Пентаполь Феррара в числе других 22 городов, в 754 году была принесена в дар папе римскому Стефану II. Именно тогда в документах изданных по этому случаю королем Дезидерием впервые упоминается название Феррара. Уже во времена графини Матильи в конце XI века город имел многие городские вольности и достиг заметного процветания. На территории города присутствует большое множество архитектурных сооружений разных веков исторической важности. Феррару поистине можно назвать городом, в котором воплотились все эгоистические черты человеческого существа. Город просто изобирует примерами, которые громко рассказывают нам о правящих в те времена герцогах, которые непрестанно соревновались друг с другом, выстраивая на территории города дворцы, стараясь перещеголять друг друга. И порой это переходило все возможные рамки. Лишь потому, что некоторые дворцы продолжали достраивать и совершенствовали потомки тех, кто заложил первые стены дворцов. Город весь выстроен из высококачественного красного кирпича, который с легкостью простоял где 200, где 600, а где и все 800 лет. И к этим стенам можно спокойно прикоснуться рукой, проходя по сырым аскетичным улицам Феррары, на которых сегодня веет некоторым холодком, и я бы даже сказал безразличием, с какой-то всеобъемлющей меланхолией, что очень хорошо перекликается с травами, царившими тут еще в далекие 12, 13, 14, 15 века и последующие. Вот лишь несколько фактов касательно того, какие нравы царили в те времена меж вельмож Феррары. Феррарский двор отличался сказочным великолепием и богатством. К примеру Государю следовала аристократия. Установилась небывалая роскошь в жилищах, одеждах, украшениях, мебели, обстановке, лошадях, слугах. Дворцы, виллы, сады, парки со зверинцами носили поэтическое имя делиции, маскарады, балы, банкеты, охоты, турниры, спектакли. Назывались кортези. Вся жизнь была как бы сплошным праздником. Рыцарство, которое везде отжило свой век, Феррари глубоко проникало в нравы. Существовал особый орден золотой шпоры. Устраивались вооруженные состязания, диспуты по вопросам чести, рукописи французских рыцарских романов Феррари читали с восторгом. Провансальские трубадуры находили теплый прием при Феррарском дворе уже в 13 веке. В этом обществе суровых солдат и удалых охотников большое влияние благодаря рыцарским привычкам приобрели женщины, не остававшиеся в тени, как в других городах. Они присутствовали на турнирах и охотах, играх, процессиях и представлениях. Нигде в Италии типичные черты феодального общества не проявлялись так ярко, как в Феррари и Милане. Ее властители стремились во всем подражать нравам и обычаям бургундского двора, который так красочно описал Йохан Хейзинга в книге «Осень в Средневековье». И позже, в эпоху Возрождения, Феррара оставалась главным центром и рассадником кортузанской культуры. Средневековая литература о рыцарях круглого стола нашла в Феррари своих достойных преемников в лице Боярда и Ариоста. По верному замечанию Филиппа Манье, рыцарство, которое в других местах превратилось в простое литературное воспоминание, здесь живая действительность. В придворном обществе Феррары главенствовали аристократические понятия. На ремесленника, крестьянина смотрели с презрением. Он должен только оплачивать все, что требуют господа, служить и работать, сколько прикажут. Сами простолюдины называли себя собаками и холопами его светлости. Имели значение лишь те группы людей, которые примыкали ко дворцу и участвовали в его жизни. Оруженосцы, стольники, синишали. Синишаль, то есть старший слуга во Франции времен мировингов, высший придворный чиновник, чинивший и суд во имя короля. Пажи, псари, карлики, шуты, музыканты и выше этой служилой толпы дворяне, маркизы и графы, владельцы башен и земель. Своеобразие нравов 15 века этого двора подвергалось впоследствии осуждению за грубость феррарской юстиции, активно применявшей пытки, казни, ослепления, четвертования. Смею предположить, церковь имела к этому не последнее отношение. В романтические чувства нецивилизованного общества в сердца их проник просвещенный разврат, соседствовавший с волчьим аппетитом варваров. Период культурного расцвета Феррары можно отсчитывать от 1391 года. Для сравнения, московский Кремль был построен в 1482-1495. Был основан Альберто V университет Феррары, который связан с именами Парацельса, Коперника и Саванаролы. Сын Альберто V Никола III увлекался основанием школ, библиотек, музеев, привлекал писателей и артистов, строил памятники не только мужчины, но и женщины покровительствовали наукам и искусствам. Такими были жена Эркали I Элеонора Арагонская, а также ее дочери Беатричи и Изабелла Дести. Прекрасные друзья великих произведениях, литературе и изящных искусствах. Позже известная Лукреция Борджа, жена Альфонса I. Арената Французская, жена Эркали II, сестры Альфонса II Элеонора и Лукреция. Усилиями этих и им подобных аристократов Феррара сделалась очагом итальянского ренессанса. С 1995 года город зачислен ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. Из личных ощущений и первых минут посещения города он в противовес тому, что пишут о нем не представляется маленьким городом, улицы широкие, здания помпезные и довольно-таки величественные. Чувствуется резкая грань между современными строениями и резкий дисбаланс, почти линейный между историческим центром и то, что было построено в 20 веке, что немного расстраивает и наталкивает на разные мысли. Города становятся слишком похожими, разница между людьми менее заметна, меняются тем самым ощущения, привычки и нравы людей. Личное пространство несомненно будет утрачено, нас приучают жить на маленьких перенаселенных клочках земли и прочие не очень приятные последствия. Человек как бы скомкан в своих пределах, нет больше в современном человеке, того чувства собственной важности, чувства личного пространства и многого-многого другого. Даже пыль на улицах современных городов, на квадратных, линейных, вычерченных улицах собирается как-то логично, намагничено, я бы сказал, чего не отмечается в древних городах, которые в своей старине смотрятся порой моложе спальных районов из бетона и однообразных людей. Парковку было найти несложно, достаточно воспользоваться глобальной навигационной системой и упаси бог отключиться телефона, как глаза начинают судорожно цепляться за окружающий ландшафт. Смешно и грустно. Машину мы с успехом припарковали возле старинного собора, одного из многочисленных названий, которого я не буду упоминать. Оплатив в электронном аппарате по счету на несколько часов, мы спокойно направились в центр Феррары, где нас ждали прекрасные открытия, новые ощущения, восторг и множество-множество других эмоций, которые то и дело одна сменялись другой. Выйдя на одну из площадей, нашему взору открылся прекрасный средневековый замок, построенный много веков назад, который будто бы из параллельного измерения смотрел на нас харизмой своих высоких, мощных стен и совершенством линий, выполненных красным кирпичом. И выглядел он как замок, который был построен как крепость. И тому были причины. Времена были бурные, разрыв между людей очень иссязаемым, так что кому-то суждено было иметь все, а кому-то влачить свое жалкое существование, что неминуемо приводило к конфликту вельмож с толпой. И архитектура словно термитник отражала это в своих стенах. В общем, это были первые ощущения от увиденного. На площади был праздник и базар, устроенный в средневековом стиле. Повсеместно ходили люди в разных старинных одеждах, каждый одетый на свой лад. Кто-то сидел, уимпровизирована шалаша, как это делали древние солдаты, рыцари. Кто-то был наряжен в костюмы вампиров с клыками, что, кстати, было сделано настолько профессионально, что вызывало реальный страх у моих детей. Да и кожа у вампиров сверкала от нанесенного на нее перламутрового блеска, что очень было похоже на мерцание кожи вампиров в свете солнца. Казалось, будто бы все не маскарад, а реальность. Да и декорация была уж очень правдивая. Город был наполнен прилавками полными, где сладостями, где сухофруктами, где сделанными вручную венками с разноцветными лентами. Немного поодаль стоял шалаш, где разливали пиво разных сортов, мутное и пенное, темное и светлое, со вкусом меда и лимона. И все заставляло поверить, будто мы перенеслись на 7 веков назад. Площадь пахла пряностями и ароматами, неизвестными и манящими. Покинув площадь, мы сразу же попали на другую, так уж устроен центр Феррара. Да и многих других городов, в которых город построен так, как будто из одного двора ты попадаешь через арочные переходы и башни в другие, где моему взору открылось много нового. Если говорить о Ферраре, то в сравнении с Венецией, Веченцией, Болонией, Флоренцией, Феррара мне показался старым дерзким пиратом, с трубкой табака во рту и треуголкой на голове, с деревянной ногой и непременно перевязанным глазом. Только что сошедшим со своей деревянной шхуны, похрустывающей деревянной мачтой и скрежетом штурвала, удерживающего уставшие паруса в бухте, в руке у которого была бутылка рома, и от наморщенного и уставшего небритого лица долгими морскими походами веяло перегаром. Феррара – это, несомненно, нечто харизматичное и эгоистично дерзкое. Именно такие эмоции вызвал этот город. «Гуляя по улицам, Феррары, я очень быстро понял. Тут я не встречу милых ресторанчиков и зазывающих дворецких. Все было предельно сдержано и как-то по-своему организовано. Город куда-то шел. Но местами, если приглядеться, он приоткрывал свои прелести так, как будто спадал его белый парик, и мы видели, как именно собраны волосы под ним. Город пускает, но остается недосягаемым. Он был построен людьми, которые были законченными индивидуалистами, что я не нахожу ни плохим, ни хорошим. Просто этот город такой, какой он есть. Стоит упомянуть прекрасные высокие крепостные стены, увенчанные шикарными старыми деревьями и с необъятными стволами, которые раскидывают прекрасную тень, в которой можно укрыться жаркими летними итальянскими днями под кронами этих деревьев. Стены поражают своими размахами и масштабами. Они опоясывают весь город, словно слуги, поддерживая его, чтобы он не развалился. Это специфика почти всех древних итальянских городов, которые в той или иной степени почти все были ограждены стенами, за которыми очевидно было, что спрятать. И это наталкивает на череду новых мыслей. Люди, жившие на этих землях в те времена, кое-что умели, кое-что понимали, кое-что в чем владели и кое-чего знали. Шел вечер. Мы исходили свои законные 10 километров, улиц, после которых привычно начинают слегка ныть ноги и появляется боль в пояснице. Пришло самое время вернуться на центральную площадь. Солнце уже село, на которой уже собиралась толпа и все приготовились смотреть огненное зрелище, которое просто гипнотизировало, выглядело как танец поклоняющихся огню. Все в этом городе путает ваши мысли. Город однозначно берет немного больше, чем дает. И есть в нем некоторая гравитация, чувствуется какая-то внутренняя тяга остаться, я бы даже сказал сдаться и потупить взор. Но я предпочел бороться. И все же решил, что посмотрев огненное зрелище, пора двигаться домой. Путь был вечерний, почти ночной. Длится дорога назад два часа, не меньше. И выбрали мы дорогу проселочную, извилистую, пыльную, обрывистую. Что, конечно же, напомнило нам о старых временах и о путешествиях на лошадях. Потому что дороги Италии – это тема отдельного разговора. Даже сегодня, в 21 веке, двигаясь по проселочным дорогам, особенно ночью, ты ясно ощущаешься, как будто в прошлом. Потому что то и дело, из-за нового поворота извилистых дорог выступает какая-то старая борга, прекрасно освещенная ночными фонарями, увенчанная статуями и виноградными садами. Какой-то старый костелло на горе, прячущийся в лесу и опоясанный каменными глыбами. Какая-то старая церковь со слегка разваленной стеной и поникшей колокольней. И, как правило, путь домой – это, конечно же, целая история. Ночью за рулем по-особенному думается, и мысли приходят очень интересные. И так начинается диалог с самим собой, глядя на луну, которая висит над дорогой, которая ведет домой. Но сейчас я хотел бы попрощаться с вами в очередной раз и, думаю, ненадолго поблагодарить вас за совместное путешествие и пригласить погрузиться в таинственный и средневековый мир Италии. Потому что это наследие принадлежит всем нам. Что бы там ни говорили другие, я бы сказал, иные. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok